Купить пиротехнику в Видном оказалось проще простого. Даже если потенциальный покупатель, 15-летний школьник, ему легко продадут хлопушки, салют, да, собственно, весь спектр этих специализированных магазинов. Мы провели закупку, это на скрытую камеру. Наш подросток, который не достиг 16-летнего возраста, попробовал купить петарды, это пиротехнические изделия, без предъявления паспорта. У нас удалось из трех магазинов, мы купили в двух. И только в одном магазине продавец попросил у молодого человека паспорт. По внутренним правилам компании, пиротехнику они отпускают только с 18 лет, несмотря на то, что по закону можно и с 16. Многие продают с 16, как зарегистрировано в пиротехническом изделии. Но у нас более ужесточенные требования, потому что дети, которые покупают с 16 лет, они более несообразно бросают, разбрасывают, используют пиротехнику не в тех местах, где положено. Печально, что совестливых продавцов гораздо меньше. И с пеной у рта они готовы отстаивать свою правоту. Я у всех спрашиваю паспорт, но если у меня молодой человек, который выше меня ростом на полголовы... Это мне незаконно. Можно догадываться чего угодно. Надо спросить паспорт. Девушка, вам сколько лет? Какая разница, сколько лет? Большая разница. Вот сколько вам лет? Сколько бы не было человеку лет, надо спрашивать паспорт. То есть мне у вас тоже паспорт спросить? И это не единственное нарушение правил торговли. Плюс к продаже пиротехники детям в обеих точках отсутствуют уголки потребителя, противопожарное оснащение не соответствует специфике товара, да и документации на некоторую продукцию попросту нет. Все это является нарушениями правил продажи пиротехники, которые лимитируются законодательством. И поскольку это средство повышенной опасности, я считаю, надо быть очень бдительным именно при проверке данных объектов. По факту данного рейда мы всю информацию передадим в соответствующие органы, и они дальше будут принимать меры. Несомненно, меры будут приняты, но оказывается, многое зависит и от нас самих. К людям я могу обратиться со следующим предложением. При покупке пиротехнических изделий, чтобы видели и смотрели, если продаются пиротехнические изделия несовершеннолетним, делать замечания и не допускать этой продажи, это очень опасно. Пострадают дети. Полагаться на совесть продавцов не стоит. Поэтому просто надо быть бдительными, чтобы такой сказочный праздник не омрачила чужая халатность. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видно-ТВ.